Домашнему конкурсу творческого мастерства Начальник отдела культуры Галина Цветкова призвала самые искренние аплодисменты отдать святой троице, ищущему себя ребенку, неравнодушным родителям и опытному наставнику. Дети не рождаются неталантливыми. Все дети, все дети абсолютно, все талантливы. Но, к сожалению, талант сам по себе, он достаточно ленив. И если не приложить трудолюбие, то он когда-то просто исчезает. Поэтому мы здесь сегодня видим не только победителей, призеров, вообще все ребята, кто принимал участие в этом конкурсе. Это не только талантливые дети, это очень трудолюбивые дети. Поэтому мы бесконечно рады. Конкурс по традиции проходил в два этапа. Сначала по поселениям, а затем в течение нескольких дней в Выборге. В состав профессионального жюри вошли педагоги колледжа искусства и института культуры Санкт-Петербурга, а также преподаватели различных дисциплин из Дома творчества и Школы искусств. Сохранились и все номинации. Цирковое, хореографическое, вокальное и театральное искусство. Однако спектр участников расширился. Мы впервые приглашаем не только наши учреждения культуры и учреждения дополнительного образования Выборгского района, но и приглашаем коммерческие и некоммерческие организации, которые не находятся в бюджетном секторе. Таких организаций у нас было представлено три. И представитель одной из таких организаций у нас тоже занял призовое место. Это приятно видеть, что помимо нас, причем это приятно тем, что это наши бывшие ученики, которые пробуют создать свое сегодня дело. И это дело смело делают именно в культурном направлении и не боятся. Для двух творческих коллективов нынешний год стал особо удачным. Хору народной песни «Ягаза» из поселка Первомайская и цирковой студии «МИК» было присвоено звание образцовых. А Выборгская мозаика преподнесла еще несколько сюрпризов. Открытием года была названа молодой педагог из Каменогорска Анастасия Сидоренко, которая создала в городе молодежный театр. А премию «Прорыв года» получила хореограф из поселка Советский Светлана Гусева. Ее воспитанники, и маленькие, и большие, поразили публику разнообразием тем и мастерством исполнения. Нашим достижением является выпускник коллектива. И самой главной целью и задачей я ставлю взрастить выпуск. Потому что каждый выпуск в университете – это событие. Каждый выпуск в ансамбле «Дивертисмент» я хочу подарить детям такое же событие. Пройти этот путь, пройти, познать себя, узнать, что в жизни ты необыкновенный человек и ждет тебя необыкновенная дорога под названием «Жизнь, творчество и любовь к людям». Заслуженные награды вручили в этот день десяткам коллективов. От Комитета по культуре 47-го региона каждый призер выборской мозаики получит финансовую поддержку по государственной программе развития культуры Ленинградской области. Наталья Березовская, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город».